Это самый любимый мой персонаж, который играет в папу Фантик. Это отрезка и ухудшение здоровья. Груздевых направили в Москву. Три операции за раз. Нам нужно и шунтирование, и клапан поменять, и аневризма у нас образовалась с левого желудочка. Желательно ее убрать. Были мы в Москве. Сказали, операция очень сложная. Там 48% миокарда мертвого. Они сказали, что мы не возьмем, здесь смысла не видим. Одна из клиник Германии согласилась на сложную операцию. Но это стоит недешево. Самостоятельно такую сумму собрать нелегко. Семья Груздевых разместила обращение в интернете. Многие уже откликнулись. Он человек какой-то такой уникальный. Он все равно жизнерадостно как-то ко всему относится. Ну, да, вот, да, вот. Ну, случилось, да, вот. Надо, надо, надо как-то вот помочь человеку. Он раньше работал в жанре такой пилибристики. И прямо скажем, вот на этой цирковой арене отдал все свое сердце молодое. Ну, вот, совсем недавно мы узнали, что понадобилась помощь. Уже помощь очень серьезная. Вот. И от друзей, от близких, от знакомых и просто незнакомых людей. Даниил и Ярослав тоже артисты и знают во время многочисленных репетиций о себе, о своих проблемах, а иногда и о здоровье. Приходится забывать. Но и теперь каждый день, несмотря ни на что, Виктор улыбается. Радуется успехам дочери. 15-летняя Лиза, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, часто приезжает в соревнованиях с новой медалью. Еще один повод улыбнуться – любящая и заботливая супруга, которая всегда рядом. Это моя таблетка спасительная, можно сказать. Поэтому нельзя унывать, не надо расстраиваться, надо только верить. Я думаю, все получится. Для тех, кто готов помочь Виктору, эти реквизиты фонда «Милосердие». Информация появится и на нашем сайте в интернете. Ольга Преснухина, Елена Масалова. День в событиях.